Летняя оздоровительная кампания в Саратовской области закрыта. В лагерях региона отдохнули около 8 тысяч школьников. У каждого из них останутся свои впечатления из жизни в лагере. Одно из самых сильных по традиции закрытие смены. Наш корреспондент Юлия Шишкина наблюдала эту церемонию в старейшем лагере Саратова. Подробности в следующем репортаже. Мы вас любим. Таким напутствием с летних каникул в школьную жизнь возвращаться не страшно. Лагерь «Березка» прощается со своими воспитанниками и отмечает закрытие последней в этом году четвертой смены. Шоу посвятили Дню города. В начале сентября Саратов отметит 425 лет, к празднованию которого городская администрация подготовила массу мероприятий. Одно из них как раз церемония закрытия смены в «Березке». День города в «Березке» этим летом проходил красной нитью через все смены. Конкурс на лучший плакат о Саратове – краеведческие викторины. Да и сама «Березка» – это бренд Саратова со своими традициями, кричалками, школой вожатых и бессменным уже 40 лет директором. Этот лагерь принимает детей на отдых 64 года. Каждый сезон здесь особенный. Этим летом здесь отмечали день рождения лагеря, встречали гостей из Германии и Казахстана на слете пожарных, участвовали в межлагерном фестивале. Тут очень весело, добрые вожатые, тут некогда скучать. Я отдыхала четвертый раз, мне очень понравилось, как всегда. Я буду ездить каждый год, но когда я вырасту, я пойду в отряд вожатых. На церемонии закрытия смены «Березовцы» демонстрируют родителям то, чему научились за время отдыха. Три часа динамики и танцевального флешмоба требуют серьезной физической подготовки. «Березовцы» подтвердили ее в метрах и секундах. Мы в этом году большое внимание уделили сдаче норм ГТО. Есть указ президента, и мы его решили в лагере воплотить в жизнь. И у нас более тысячи детей сдали нормы ГТО. «Березовцам» даже выдали в лагере специальное удостоверение, по которому сдачу нормативов засчитают в школе. Кроме того, самым активным воспитанникам и вожатым вручили грамоты и дипломы. Этим летом в «Березке» отдохнули почти полторы тысячи школьников области. И им точно будет, о чем написать сочинение «Как я провел лето». Юлия Шишкина, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.